В Сочи ситуация благополучная с 2012 года, а вот уже три года как в случае бешенства на курорте не регистрировались. Но тем не менее, горожанам необходимо проявлять бдительность и сознательность. К тому же опасность может прийти не только со стороны Кубани. По данным республики Абхазия, у них в 2014 году регистрировалось порядка 50 случаев подтвержденного бешенства. И в этом году также идет регистрация бешенства. Поэтому мы сегодня находимся в окружении неблагополучных зон и районов. Поэтому я обращаюсь еще к жителям. Все ветеринарные учреждения города проводят бесплатную вакцинацию против бешенства. Также мы практикуем выезды в сельскую населенную местность, где путем подворного обхода также приходим в домовладение, проводим вакцинацию. И эту же работу мы проводим и в городской зоне по микрорайонам. Основным источником распространения этого вирусного заболевания являются дикие плотоядные лисицы, енотовидные собаки, волки, крысы, а также бродячие собаки и кошки. Ветеринары напоминают, бешенство может проникнуть в организм при близком контакте с инфицированным животным. Например, через укусы, царапины, со слюной, через поврежденную кожу, через слезистую оболочку глаз, рта, носа, желудка. Необходимо помнить о мерах предосторожности. Чтобы уберечь себя и своих питомцев от вируса, стоит избегать любых контактов с бродячими бездомными животными, ежегодно вакцинировать домашних животных против бешенства, выводить собак на прогулки только в намордниках и на поводке, а продажу, покупку или вывоз собак и кошек производить только при наличии ветеринарных сопроводительных документов и при наличии отметки о вакцинации против бешенства. А через 10 дней...